Ну, у нас тоже опять здесь перезагружены с палатой. Оба инфекционных роддома Казани санитарные врачи уже давным-давно формально закрыли. Слишком много к ним было претензий, устранить которые при всем желании было невозможно. Последние 2-3 года было явно недостаточно финансировано. Отделение, на моей памяти, 8 лет закрывается. Несмотря ни на что, роддом на Столирово, к примеру, до сих пор работает с двойной нагрузкой. Сюда везут беременных, без документов и женщин с заразными заболеваниями. Палаты переполнены, но на это уже давно никто не обращает внимания. Мы же не можем спланировать роды или как-то запретить рожать. Ну, вот такая ситуация. Оба профильных роддома на Столирово и Гагарина дорабатывают последние дни. В конце месяца их закроют из-за сильной изношенности здания и несоответствия нормам СанПИНА. Как заявили сегодня в Управлении здравоохранения Казани, женщин с инфекционными патологиями пока будут распределять по всем действующим роддомам Казани. Поэтому никаких опасений, каких-то паник в этом вопросе быть не может. Мы держим ситуацию под контролем. В будущем беременных с патологиями будет принимать строящийся сейчас новый перинатальный центр на территории РКБ. Там будет действовать специальный бокс с отдельным входом и выходом. Имеются специальные санпропускники для персонала. То есть эти пациентки никак не будут пересекаться с пациентами всего перинатального центра. Там своя система вентиляции. То есть мы полностью гарантируем безопасность всех остальных пациентов и детей. И в то же время мы можем оказать квалифицированную, высоко специализированную помощь пациентам, которые будут нуждаться в этой помощи. Но главной особенностью нового перинатального центра станет то, что впервые здесь будет открыто отделение выхаживания недоношенных детей, которых раньше выхаживали только в первой детской больнице и ДРКБ. Новый центр станет вдвое больше прежнего. И, как обещают чиновники, будет принимать не только женщин из районов республики. Казанские роженицы теперь также в приоритете. Айгуни Замудинова, Александр Церегородцев, Телеканал Эфир.